Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет о работе с текстом. Это очень важный ответственный участок работы. Если на нем что-то упустить, то потом можно попасть в просаг, можно допустить какую-то ошибку, например, в ответственный какой-то момент, невнимательные работы с текстом, например. И сразу же хочу развенчать миф о том, что якобы человек может делать несколько дел одновременно. Либо есть такой миф, что женщина может делать несколько дел одновременно. Мужчина не может, а женщина может. Так вот, это миф. Женщина просто немного быстрее может переключаться от одного дела к другому. Смещать свой фокус внимания может несколько быстрее, якобы. На самом деле, уже давно доказано, что человек не может фокусироваться на двух делах одновременно. К чему я это все сейчас говорю? К тому, чтобы вы не питали иллюзии, что если у вас не доучен текст, то вы можете полноценно работать с вокалом. Текст должен быть либо доучен наизусть, либо у вас должен текст быть в таком состоянии, что вы к нотам возвращаетесь только иногда. То есть, можно подсмотреть в ноты, подсмотреть в ноты, но не петь, не быть зацикленным на нотном тексте. И уж тем более на словах. Не читать ноты, не читать слова. Если вы читаете ноты, читаете слова, и при этом еще вы поете, то вам нужно сразу три действия делать одновременно. И при этом будет, конечно же, теряться качество. Сама я очень много раз работала с крупными формами, такие, как страсти, какие-то, как симфония, например, Малера, когда, конечно, нужны ноты, чтобы они были, чтобы они были, однако, чтобы они были для подстраховки, потому что очень сложный текст, и можно где-то, где-то не то, где-то что-то забыть, но это не значит, что у меня не был выучен текст. Практически это все было почти наизусть. В общем-то, наизусть. И для подстраховки стоят ноты. Ну и дирижер, конечно же, показывает нам вступление и так далее. Так вот, возвращаясь к работе с нотным текстом. Чем быстрее вы выучите текст, особенно если вы обучаетесь еще, чем быстрее вы выучите текст, тем больше вы сможете посвятить времени на подготовку материала, именно на работу с голосом, на нашу вокальную работу. То есть тогда вы не будете рассеивать внимание, и тогда вы сможете хорошо сфокусироваться именно на вокале, когда текст это уже будет операция. Это уже будет не ваше действие, а это будет уже само по себе. То есть вы уже не будете зациклены на том, чтобы правильно спеть или неправильно спеть. Да, конечно, ошибки мы можем допускать, однако текст тоже должен быть выучен. И как мы учим текст? Кроме того, что мы внимательно очень смотрим нотную партию, смотрим динамику, смотрим размерность. У нас, у вокалистов, как правило, если это не вокалист, есть еще и текст не нотный, есть еще текст со словами, поэтический текст. И к нему нужно относиться не менее внимательно, чем к нотному тексту. Потому что, особенно, я сейчас обращаюсь к камерным исполнителям, потому что для нас текст, это вообще, он должен быть во главе угла. То есть если мы берем поэтический текст, мы должны полностью донести его, мы должны полностью его, во-первых, сделать своим, а потом донести его до зрителя, чтобы зрителю было так же интересно, как нам. И работа с текстом чрезвычайно важна. Когда вы берете нотный текст и начинаете работать, смотрите, пожалуйста, о чем вы поете. Вот это вот очень важно. Вот самое важное, о чем вы поете. Потому что иногда слушаешь певца и понимаешь, что он излагает этот текст, и, собственно, он не очень-то и задумался, о чем он поет. И от этого очень сильно страдает выступление. То есть нет нюансов, нету все как-то одинаково, нету каких-то полутонов, нету акцентов там, где нужно, есть акценты там, где не нужно. Так вот, если вы внимательно будете относиться к тексту, а именно и к нотному, и к поэтическому тексту, у вас не будут возникать акценты там, где их не нужно делать. И вы обязательно будете ставить акценты там, где они нужны. Так что в завершении сегодняшнего ролика я желаю всем полюбить эту работу с текстом и делать ее скрупулезной, делать ее с любовью, делать ее с любовью к сценическому действию, к поэзии. Камерные исполнители. У нас с вами должна быть любовь к поэзии. Должна быть эта любовь, чтобы эту поэзию полюбил, кроме нас, еще и зритель. С вами была Мария Липинская. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Жду вас на своем Инстаграме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok